у нас сегодня два дела во первых мы закончим проверяйте принадлежность точки многоугольнику то что мы сделали в прошлый раз с помощью суммы углов вот сегодня мы сделаем сегодня мы делаем алгоритм который работает быстрее потому что не использует аргонометрии и работает в целых числах если исходные все точки были были целочислены то есть мы не только ускорим наш алгоритм но еще и избавимся от погрешности да мы не будем переходить в даблы у нас будет в целых если конечно исходные точки были цел так кажется 12 лекция вот и значит напоминаю нашу задачу да это проверка принадлежности точки многоугольника проверка принадлежности точки многоугольнику можно это брать нет и так значит решение будет такое давайте мы посмотрим на наш многоугольник какой-то вот такой да не обязательно выпуклый и из нашей точки выпустим горизонтальный луч вправо вот такой луч параллельно оси x в положительном направлении и ну интуитивная идея очень простая если количество пересечений со сторонами нечетно то исходная точка лежит во многоугольнике если число пересечения четно то соответственно она не лежит вот как например здесь мы видим что в эти точки у этого луча точнее три точки пересечения соответственно эта точка лежит в многоугольнике а скажем вот этой точки число пересечения соответствующего луча с многоугольником со стороны многоугольника четно 2 и она действительно не лежит в многоугольнике то есть интуитивно хотелось бы сказать что четность или нечетность числа точек пересечения вот такого луча с нашим многоугольником однозначно нам задает принадлежность точке многоугольнику или нет. То есть мы просто смотрим на черность числа пересечений луча со сторонами многоугольника. И в простом случае, когда этот луч, выпущенный из точки, он действительно такой очень хороший, а именно он каждую сторону пересекает по какой-то внутренней точке. То есть если этот луч не проходит ни через одну вершину, тогда на самом деле этого решения уже достаточно. То есть можно просто сказать, что давайте проведем такой луч, мы пересекаем его со всеми сторонами, и если ни одна из точек пересечения – это не вершина, тогда все это работает, все корректно. Ну там, опять, чтобы строго доказать, нужна контерием Жордана, потому что нужно нам сказать, что вот это одна часть плоскости, то, что ограничено многоугольником внутри него, это одна часть плоскости, все остальное – это вторая часть плоскости. Секунду. Все остальное вне многоугольника – это вторая часть плоскости. Ну и, соответственно, тогда каждая такая точка пересечения луча с какой-то стороной – это изменение текущей области, где мы находимся. То есть если, скажем, мы изначально находились в синей области, в области вне многоугольника, потом дошли до стороны, пересекли сторону в какой-то внутренней ее точке, то есть не по вершине пересекли, тогда мы, соответственно, вошли в многоугольник, и наша текущая область будет красная. Дальше мы какое-то время находимся внутри многоугольника, потом встречаем точку, выходим из многоугольника и становимся в синей области, то есть во внешнем. Ну и, соответственно, если все эти точки такие хорошие и не совпадают с вершинами, то тогда действительно это все работает, просто мы как бы чередуемся, чередуется тип текущего куска плоскости, либо внутренности, либо внешности многоугольника. Но, к сожалению, здесь часто бывает такое, что луч, который мы выпускаем, он содержит какую-то вершину или даже несколькую вершину. И вот наша задача – это как-то научиться с этим случаем работать, понимать, что делать, когда какие-то вершинки лежат на этом луче. Давайте зафиксируем, что проблема вершины многоугольника могут попасть на луч. Ну и почему это плохо? Ну, например, смотрите, что-нибудь я опять верну наш многоугольник. Ну ладно, чуть-чуть его изменю. Вот такой многоугольник. Когда смотрите, если я выпущу луч из какой-нибудь точки, нет, луч из вот этой, направо, тогда, вообще говоря, точка перечения будет одна. Вот она всего лишь одна, совпадающая с вершинкой. Но как бы это такая точка перечения, что я, когда прохожу через нее, я не меняю тип своей области. Как я раньше был в синей области, вне многоугольника, так и после прохождения этой вершины я тоже остаюсь вне многоугольника. То есть, по сути, мне как бы нужно эту точку как будто бы не учитывать. Мне нужно как будто бы ее игнорировать, считать, что она не меняет моей текущей области. Ну хорошо, но если мы просто будем игнорировать вершину, тогда мы неправильно обработаем вот такой случай. Когда вершинка лежит во внутренности, и, значит, луч пересекает единственную вершину вот здесь. Здесь наоборот происходит. Здесь происходит, что мы заходим в… То есть, изначально мы были в красной области. Затем мы с помощью одной только вершинки сразу вышли из многоугольника. То есть, поменяли нашу текущую область на внешность многоугольника. То есть, вершины просто так игнорировать нельзя. Нужно как-то их разбить на те, которые меняют четность, то есть те, которые меняют текущую область со внешности на внутренность и наоборот. И те, которые не меняют, соответственно, те, которые нужно игнорировать. Мы это с вами чуть позже сделаем. Хорошо. Значит, можно эту проблему, в принципе, явно не решать. И сделать, например, следующее. Вместо горизонтального луча решение… Давайте напишем решение этой проблемы номер один. Решение первое. Можно вместо горизонтального луча пускать случайный луч. Пускать случайный луч. Вместо горизонтального. Ну, то есть, все. Мы смирились с тем, что нам нужно использовать даблы. Вот в этом решении мы смирились с тем, что нам нужно использовать вещественные числа. В смысле, числа, ставящие точки в языках программирования. И говорим, что ага, ну давайте просто сгенерируем случайное направление. То есть, не знаю, мы генерируем случайный угол от нуля до двух пи. И проведем луч вот ровно в этом направлении. Тогда понятно, что вероятность того, что на этом луче будет хоть какая-то совершенно нуля угольника, равна нулю. Ну, конечно, поскольку мы живем в дискретном мире, вероятность там будет не ноль, а просто очень маленькая. Там какая-то, не знаю, одна миллиардная. В зависимости от того, насколько точно мы можем генерировать вот эти самые углы поворота. Углы, на которые этот луч поворачивается. Но если у нас действительно было бы там хорошее равномерное распределение на отрезке 0,2 пи, тогда мы могли бы просто... Тогда этот луч с вероятностью ноль содержит каждую вершину. Ну, в смысле, с вероятностью ноль содержит хоть одну вершину. Потому что каждая вершина, если она содержится на луче, то она на самом деле запрещает нам ровно один какой-то угол, ровно один угол поворота луча. Ну, и поскольку у нас всего н вершин, то, соответственно, суммарно выколотых лучей, плохих лучей, которые приходят через вершины, их всего n, не больше, чем n. А значит, их мера в бесконечном множестве от нуля до двух пи, она равна нулю. Конечное множество в отрезке 0,2. И поэтому можно пустить случайный, с вероятностью 1 этот луч не будет пересекать, не будет проходить через одну вершинку, и с ним работает вся та же самая логика. Мы пересекаем этот луч со всеми сторонами, и количество, точнее, четное число пересечения издает нам область, где лежит точка. Но если, скажем, вдруг так нам не повезло, что случайный луч проходит через одну из вершин, то давайте луч перегенерируем, сделаем его каким-то другим, опять сгенерируем случайный луч, и так до тех пор, пока не получится луч, который не проходит через одну из вершин. Вот, понятно, что, да, раз мы понимаем, что вероятность попасть в вершину, она равна нулю, ну или там очень-очень маленькая, тогда нам будет достаточно всегда от единицы операций, ну, в смысле, с хорошей вероятностью достаточно от одного операций, чтобы найти хороший случайный луч. Вот, ну, значит, недостатки. Во-первых, да, мы переходим в даблы, потому что, чтобы пустить луч случайный от нуля до двух пи, нам нужно посчитать какой-то синус-посинус, да, сгенерировать случайное число от нуля до двух пи. Это все, соответственно, мы уже точно не в целых. А если наши исходные точки целые, то теперь точно уже ничего целого у нас не получится. Ну и плюс, как бы, здесь какой-то рандомизированный алгоритм, да, получился, рандомизированный. Вот, все равно, как бы, ну, такое, конечно, маловероятно, но если у вас плохая какая-то дискретизация, и вы, скажем, генерируете случайное число не от нуля до двух пи, непрерывное, а там от нуля до двух пи, не знаю, с шагом одна десятая, не знаю, у вас может быть какой-то очень плохой генерирован случайных чисел, но это так уже я, скорее, что-то более абстрактное говорю, но вообще, как бы, рандомизированные алгоритмы, их можно часто избегать, да, и, в принципе, то, что алгоритм рандомизированный, это, скорее, ему минус, чем плюс, потому что все равно, как бы, сходя с какой-то вероятностью, хоть, а мы с очень маленькой, но он может, там, ошибаться, да, или требовать еще больше времени, то есть, перегенерировать случай придется. В общем, ну, это, там, своего рода недостаток. Хорошо. Значит, решение второе. Следующее. Решение второе. Давайте мы предположим, что все вершины многоугольника и, соответственно, точка, которая нам сдается, имеют координаты, ну, скажем, от нуля до какого-то х большого. Значит, пусть все точки имеют целочисленные координаты. Я напишу так. В квадрате 0, давайте, а, умножить на 0, а. То есть, координаты по х – это что-то целое от нуля до а, и координаты по у – тоже что-то целое от нуля до а. Тогда давайте сделаем следующее. Давайте мы из точки P, которые мы проверяем на преднадежность к многоугольнику, мы пустим луч в точку, нет, не так. Значит, мы пустим из этой точки P вектор с координатами а, а плюс 1. Соответственно, эта точка будет там P плюс а, а плюс 1. Значит, пустим не горизонтальный луч, а вот луч с такими координатами. То есть, стартовая точка у него P, а направляющий вектор будет а, запятая а плюс 1, где а – это вот как раз верхнее ограничение на все координаты. Тогда я утверждаю, что на этом луче обязательно нет ни одной точки многоугольника. Но это легко понять, потому что на самом деле, ну, окей, пусть тут есть какая-то точка, да, пусть тут есть какая-то вершина многоугольника, вот какая-нибудь такая. Что это значит? Это, в частности, означает, что вот на этом отрезке, да, то есть на этом векторе с координатами а плюс 1, есть еще какая-то целочисленная точка, отлично вот начала и конца. Ну, то есть, понятно, есть начало P, есть конец, сдвинутый на а плюс 1 относительно точки P, и вот вдруг мы так предположили, что где-то посерединке тоже есть какая-то целочисленная точка. Но это, конечно, бред, потому что у нас вот эти вот координаты, координаты этого вектора, они взаимно простые. Они взаимно простые. И если предположить, что здесь есть еще какая-то точка x, y, x, y, тогда, ну, там можно написать, что, скажем, x минус, так, сейчас скажу, на что должно быть? У нас должно быть, что x минус Px и y минус Py коллинеарно этот вектор коллинеарен вектору А плюс 1. Коллинеарен вектору А плюс 1, да, ну, потому что вот этот вот вектор А плюс 1 как раз-таки направляющий, направляющий луча, а вот этот вектор в какую-то из вершинку. x минус Px, y минус Py. Вот, ну, хорошо, но какие векторы, в принципе, могут быть коллинеарны такой штуке? Только такие, которые равны, собственно, лямбду умножить на вот эту штуку. То есть мне, ну, какой вектор коллинеарен вектору там, произвольной А, В. Только такие, которые отличаются от него домножением на констант, домножением на какую-то лямбду. Но если мы хотим, чтобы все вот эти координаты были целые, чтобы все координаты были целые, тогда, понятное дело, нам нужно что? Так, видимо, сейчас, на секунду. Да, нет. И причем лямбда должно быть, видимо, больше, равно нуля, потому что если лямбда меньше нуля, это значит, что как бы точка лежала на продолжении луча в отрицательную сторону, поэтому она бы не лежала на луче. Значит, лямбда больше нуля, и получается, что вот эта точка равна просто лямбда умножить на А плюс 1. И при этом здесь все целочислено. Ну, понятно, что вот этот вектор нельзя домножить ни на какое лямбда в отрезке 0,1, ну, в интервале 0,1, так, чтобы обе координаты были целочислены. Потому что если вы домножаете и А, и А плюс 1 на какое-то число лямбда, и предполагаете, что у вас получилось что-то целое, то есть А лямбда и А плюс 1 лямбда целое, ну, это в частности значит, что лямбда целая. Да, раз вот эта штука целая, и вот это, что отличается просто на лямбду от первого числа, тоже целая, значит, лямбда должна быть целая. Но в этом отрезке нет ни одного целого числа. Ну, например, так можно рассудить. Вот, получается, что на этом отрезке, по крайней мере, на отрезке от П до вот этой конечной точки луча, П плюс А плюс 1, здесь точно нет ни одной вершинки. Ну, и понятно, что на продолжении этого луча вправо-вверх тем более нет ни одной точки, ни одной вершины, просто потому что там уже начинаются координаты вне вот этого нашего квадратика, да, там, ну, как бы, вот эта точка имеет координаты минимум А плюс 1, и, соответственно, все, что находится выше, точно не содержит ни одной точки многоугольника, ни одной вершины многоугольника. Вот, ну, такое тоже решение, вполне валидное, но, конечно, значит, есть недостаток, недостаток, что нам нужно знать откуда вот это верхнее ограничение на А. Да, нужно знать А. Ну, конечно, если у нас есть какой-то фиксированный многоугольник, то проблем здесь не будет. Вот, проблем не будет. Но, так, какие здесь еще есть недостатки в этом методе? Ну, наверное, больше ничего не могу назвать, да, ну, то есть здесь скорее, что этот метод, он как бы зависит от конкретного многоугольника. То есть вы выпускаете луч из точки П, который зависит от многоугольника, да, то есть там у нас всегда решение, которое было изначально, мы пускали горизонтальный луч, независимо от многоугольника, а здесь мы пускаем какой-то луч, который сам по себе зависит от многоугольника. Не то, что это что-то плохое, но это как-то тяжело, ну, в общем, короче, плохо обобщается, да, что у нас для разных многоугольников разные лучи, как будто разные алгоритмы, вот, но это, конечно, очень такой несущественный недостаток, в принципе, это вполне решает задачу. Вот, хорошо. Хорошо. И, наконец, третье решение, решение 3. Перестать бояться выразенных случаев и понять, как учитывать лучи, проходящие через вершины. Отпускать горизонтальный луч, горизонтальный луч и разобраться с вершинами на этом луче. Мой посыл в том, что предыдущие два решения, они как бы тоже работают, скорее всего, они помогут вам сдать задачу, но с точки зрения какой-то общности, да, наверное, вот это самое лучшее, потому что, во-первых, оно не будет переходить к даблон, да, то есть оно максимально точное, если ваши исходные точки были целочислены, то у вас не будет никаких погрешностей, не будет никаких вероятности ошибки. Ну и, во-вторых, у вас как бы все унифицировано, вы всегда пускайте горизонтальный луч, и мы сейчас просто все кейсы разберем и, как бы, тем самым получим общий алгоритм для всех возможных точек и многоугольников. Итак, значит, давайте мы сделаем следующее. Давайте мы рассмотрим точку P, давайте рассмотрим точку P, пустим из нее, как всегда, горизонтальный луч и переберем в сторону многоугольника. Значит, вот пусть есть какая-то сторона АВ. Значит, пусть АВ. АВ – это сторона многоугольника. Идея будет точно такая же, мы будем считать четность числа пересечений, только будем игнорировать какие-то вершинки, если они как раз не меняют мои текущие области. Вот с этим мы сейчас аккуратно разберемся. Итак, пусть АВ – сторона многоугольника. Давайте мы слопнем АВ при необходимости так, чтобы В имело больше Y. При необходимости переставим АВ так, чтобы выполнялось неравенство, что B точка Y больше либо равно А точка Y. То есть, ну, мы упускаем такую горизонтальную луч, давайте считать, что B – это более высокая с двух точек. Более высокая с двух точек. Хорошо, тогда, значит, первые две проверки, которые мы сделаем, такие. Если B точка Y меньше либо равно P точка X или А точка Y больше, чем P точка X, тогда continue. То есть, как бы, игнорируем эту сторону. Значит, что… Давайте здесь получше напишу, что это меньше либо равно. Меньше либо равно. Значит, что это за два случая? Ну, вот этот случай вообще простой. Если у нас А точка Y больше, чем P точка X, то понятное дело, что сторона АВ целиком лежит над лучом. Вот этот второй случай, красненький случай, соответствует такой картине, что у нас сторона АВ целиком лежит над лучом. Ну, и понятное дело, что эта сторона не влияет на количество пересечений. Мы ее целиком проходим… Она целиком лежит сверху, поэтому она точно ни на что не влияет. Мы можем этот случай игнорировать и, соответственно, перейти к следующей стороне. Первый же случай, когда вот этот B Y меньше либо равно P точка X… Так, что? Глупость, да? Написал? P точка Y, конечно. Извините, пожалуйста. Здесь, конечно, Y-ка нужно стоять. Мы сравниваем с Y-координатой точки P. P точка Y, то есть проекция на ось у Y. Ну, а в первом случае, что означает, что B точка Y меньше равно P точка Y? Это означает, что либо отрезок целиком лежит строго снизу, вот как-то так, либо он, возможно, касается нашего луча, скажем вот так, в одной точке, либо последний возможный случай – это когда обе вершинки A и B лежат на луче, ну, или, по крайней мере, на стороне, совпадающей с лучом. Вот такой вот кейс. И в этом случае мы будем игнорировать, мы будем также игнорировать эту сторону. То есть если сторона лежит внизу, не строго внизу нашего луча, не строго ниже нашего луча, тогда мы ее пропускаем и не учитываем в числе пересечений. Вот пока давайте напишем алгоритм, потом поймем, что он действительно работает. Значит, такие стороны мы скрепнем. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Значит, дальше сделаем следующее. Все, то есть теперь мы считаем, что у нас какая-то такая картинка, то есть либо такая, либо вот такая, что отрезок лежит, то есть он либо лежит и снизу, и сверху, вот такой случай, либо он лежит сверху, касаясь вот здесь вот нашего луча. Тогда в этом случае давайте просто проверим, что отрезок наш пересекает наш луч, отрезок АВ пересекает наш луч, и если да, то увеличим, ну, сменим четкость, увеличим какое-то количество пересечений на единицу. Как это сделать? Для этого достаточно посчитать какое-то векторное произведение. Сейчас скажу, какое. Ну, видимо, достаточно сказать, что если кросс от P-A, B-A меньше нуля, да, то есть вот в этом, например, случае у меня поворот происходит, значит, вот этот вот P-A, то есть вектор из А в P, вот это B-A, вектор из А в B, как раз здесь поворот между ними идет по часовой стрелке, то есть кросс меньше нуля. Тогда плюс-плюс к НТ, то есть увеличиваем количество пересечений. Количество пересечений. Значит, почему такая строчка работает? Ну, давайте порисуем просто возможные картинки, что вот-вот есть точка P. Как проверить, что отрезок АВ пересекает этот луч, исходящий вправо из P? Ну, окей, значит, если АВ лежит где-нибудь вот здесь, да, и луч не пересекается, то тогда давайте посмотрим на знак вот этого векторного произведения. Вот есть у меня вектор АП, есть вектор АВ. Ну, понятно, в этом случае у меня как раз поворот идет справа налево, то есть как раз в направлении против всего стрелки, то есть знак здесь будет больше нуля. И как раз ровно это мы и хотим, чтобы у меня знак был больше нуля, чтобы эта штука не лежала на… чтобы отрезок, ну, как бы, чтобы мы не посчитали это пересечение. Как раз кросс больше нуля, значит, мы не учтем это пересечение, но его и нету. Отрезок лежит как бы слева, мы его должны игнорировать. Ну, а если, соответственно, ну, что-нибудь вот такое нарисую, если отрезок имеет пересечение, то из АВП и из АВБ у меня поворот происходит по часовой стрелке, то есть кросс меньше нуля. Ну, формально, плюс-минус формально, если у меня есть точка П, и если АВ пересекает наш луч, то есть есть какая-то точка, не знаю, КУ, лежащая на отрезке АВ, тогда что такое… Так, одну секунду. Так, ну, если, скажем, отрезок АВ находится… если точки АВ находятся по разной стороне от луча, то все хорошо, у меня, значит, есть какая-то точка в нижней голову плоскости, а я мерю вектор в левую точку П и в правую точку КУ. Понятно, что такой вектор поворота должен быть положительным, в смысле отрицательным, да, по-часовой, то есть отрицательным, извините, такой вектор поворота отрицательным. Вот, если же, скажем, А совпадает с точкой пересечения, да, картинка какая-то такая, то оно то же самое, В находится сверху, а П находится слева, и тогда такой поворот тоже происходит у нас по-часовой стрелке, то есть знак здесь отрицательный. Вот, но во всех остальных случаях, когда сторона АВ не пересекает наш луч, можно убедиться, что кросс у нас положительный. Короче, если аккуратно протевать случай, то понятно, что вот это условие как раз означает наличие пересечения, наличие пересечения между стороной и лучом. Вот, ну, отлично. И теперь в самом конце мы сделаем, то есть теперь мы от каждой стороны, мы либо каждую сторону проигнорировали, либо при условии, что она пересекается, добавили плюс-одинчику КНТ. Ну и в конце говорим, что если КНТ процент 2 равно 1, то это что значит? Это значит, мы начали вне сейчас. Нет, это значит, что мы начали внутри, поскольку у нас бесконечно удаленная точка на луче обязательно лежит вне многоугольника. Значит, я нечетное количество раз прочередовался, идя, допустим, справа налево, и тогда пришел в П, значит, точка в многоугольнике. Тогда П в многоугольнике. В многоугольнике. Иначе П не в многоугольнике. Вот такой очень-очень короткий код. Давайте я еще раз его повторю. Значит, мы пробегаемся по всем сторонам. А, Б, свопаем так две вершинки, ну, то есть заводим две переменные, две точки А и Б, свопаем их так, чтобы Б была выше, ну, или, по крайней мере, не ниже, чем А. Дальше игнорируем случаи, то есть просто пропускаем случай, когда все находится строго ниже, не строго ниже или строго выше нашего отрезка. В остальных случаях мы просто проверяем, что есть пересечение отрезка и луча с помощью векторной произведения. Единственное здесь замечание, давайте я сейчас его скажу, что можно в самом начале проверить, что точка П лежит на границе. Значит, нужно отдельно проверить, не лежит ли П на границе в многоугольнике. на границе в многоугольнике. Вот, ну, как бы, потому что, ну, это можно, на самом деле, делать параллельно вот с нашим обходом по всем сторонам. То есть если мы взяли какую-то сторону А, если здесь лежит точка П, тогда нужно вернуть сразу, что мы лежим на границе. Ну, а иначе работают все вот эти наши соображения про то, что точка П находится либо во внутренности, либо во внешности, и тогда как раз количество пересечений, четность числа пересечений дает нам то, что нужно. Вот, такой алгоритм, он, конечно, занимает линейное время. И давайте, ну, и линия числа вершин, на границе, конечно. Давайте поймем, что он действительно коррект. Значит, для этого нам нужно разобраться вот с этими случаями, когда, почему мы можем игнорировать там какие-то отрезки. Так, почему мы можем игнорировать отрезки, которые находятся не строго ниже нашего луча. Ну, проблемы могут возникать только, соответственно, с такими отрезками, потому что все остальные я учел правильно. То есть те, которые строго ниже, я точно выбросил, они не вносят вклады. Те, которые строго выше, я тоже выбросил, они не вносят вклады. Ну, и есть, собственно, отрезки, которые пересекают наш луч. С ними все хорошо. То есть B выше, A ниже. Значит, соответственно, вопрос с вот такими вот отрезками. Есть такие отрезки, есть такие отрезки, есть вот такие отрезки. Строго горизонтальные, соответственно, те, которые лежат сверху, и те, которые лежат снизу. Ну, не строго, соответственно, с вершинами на нашем луче. Ну, хорошо, давайте напомним, что такой случай мы игнорируем. Говорим, что это не меняет мою четность числа КНТ, потому что он лежит не строго ниже. Это тоже игнорируем, потому что он лежит не строго ниже. А вот это даст нам единичку к количеству, потому что мы так договорились. Если у нас отрезок лежит не строго выше нашего луча, и причем его пересекает, тогда мы учитываем это пересечение как единичку. Итак, почему так можно делать? Ну хорошо, давайте посмотрим все возможные случаи, как может располагаться вершина на нашем луче, и поймем, что все хорошо. Какие бывают кейсы? Бывает вот такой, например, кейс. И, соответственно, гугольник находится где-то вот здесь. Тогда мы что сделаем? Тогда мы от верхнего отрезка возьмем единичку, от нижнего возьмем ноль. И это как раз то, что нужно. Потому что при проходе через эту вершинку у меня меняется область. Меняется область, где я был. Я изначально был внутри, теперь стал вне. Поэтому такая вершинка должна нам поменять четность. Это и выполняется. Может быть, другая картинка. Есть вот такой же излом, только у меня многоугольник локально справа. Локально справа – это значит, что вот это все лежит во внутренности в этом случае, а здесь вот это лежит во внутренности многоугольника. Но здесь то же самое. Здесь у меня этот отрезок принесет единичку, этот принесет ноль, потому что мы его проигнорируем. Но нам как раз и нужно поменять четность на единицу, потому что при пересечении этой вершинки мы меняем область. Мы меняем область. Хорошо. Какие еще бывают вершины? Бывают вершины вот такие. Бывают вершины вот такие. И, соответственно, картинка либо такая. Так, секунду. Либо какая-то вот такая. Я просто рисую, как локально устроенный многоугольник. Он находится как бы под вот этими вот сторонами или над ним. Ну, давайте посмотрим. Вот в этом первом случае мы понимаем, что эта вершина не меняет нашей области. То есть как бы раз многоугольник локально ниже, то мы его как бы вот так вот сверху обходим. То есть можно считать, что мы его как бы вот так вот сверху немножко перепрыгиваем, делаем такую змейку, она перепрыгивает эту вершинку, и четность не меняется. Ну, как раз мы эти два отрезка и игнорируем, раз они располагаются не строго ниже. Поэтому все хорошо. Поэтому мы не меняем четность, как и нужно. Но здесь то же самое. Два такие отрезка. Вот, ну, если я, значит, давайте я вот это вот нарисую где-нибудь подальше, потому что я их отдельно учту. То есть многоугольник какой-то, вот такой, да, какой-то. Ну, тогда при проходе через эту вершинку у меня тоже ничего не меняется. Я как был, исходно в многоугольнике вот здесь вот, да, то есть локально вот здесь я был в многоугольнике. Здесь после прохода через эту вершину я тоже нахожусь в локально в многоугольнике. Поэтому эта вершинка не меняет мои четности. И ровно это я и делаю, да, я не меняю четность. Поэтому здесь все хорошо. Итак, значит, мы рассмотрели случай, когда есть вверх-вниз. Рассмотрели, когда два вниз, осталось рассмотреть, когда два вверх. Ну, и когда они там соединены через… Это еще посмотрим. Значит, здесь то же самое. Если у меня есть два отрезка вверх, и мы оба из них учитываем, то есть наш алгоритм учитывает оба их с параметра единицы, то есть каждый из них меняет четность на единицу. Ну, а дальше рассуждения такие же. То есть если многоугольник где-то сверху, то мне не нужно ничего менять, а мы ничего и не меняем, потому что две единицы дают вклад 0 суммарно. Если же многоугольник как-то вот так расположен, то есть локально ниже наших отрезков, то то же самое ничего не меняется, и кнт не меняется. То есть кнт здесь… Ну, четность кнт не меняется, как нам и нужно. Вот. Ну, и последние еще бывают вершинки такого типа. Например, мы можем начаться где-то вот здесь, потом у нас может быть какая-нибудь горизонтальная сторона, и потом пойти вниз. Вот. Ну, тогда на самом деле вот эта горизонтальная сторона, она нам не дает никакого вклада, и если мы ее проигнорируем и как бы склеим вот эти вот две вершинки в одну, то, соответственно, перенесем вот этот вектор вот сюда, тогда получится как бы, ну, локальное поведение многоугольника такое же. То есть я просто там отрезал какой-то кусочек от него. Вот. Соответственно, при таких вот всех случаях… Не знаю, такой случай, например, может быть… Что еще что-нибудь? Вот такое может быть… Вот. Ну, и так далее. Короче, во всех этих случаях как бы горизонтальный отрезок, он мне ничего плохого не делает. Он как будто просто меня перемещает из одной вершинки в другую, то есть как бы его можно игнорировать. Движение вдоль какой-то стороны, движение вдоль стороны ничего не меняет. Мы там, то есть нам не важно, то есть мы понимаем, что мы здесь находимся на границе, но нам важно, где мы были вот здесь и где мы были вот здесь. То есть вот этот отрезок меня как бы не интересует. Я могу его брать с коэффициентом 0 и четность нашу не менять. Ну, ровно это мы и делаем. Если у меня отрезок горизонтальный, то он отсечет еще при первой проверке, там, когда b.y меньше равно b.y. b.y меньше равно b.y. И, соответственно, мы такие горизонтальные отрезочки тоже пропустим, и все хорошо. То есть мы найдем правильную четность. Тем самым мы показали, то есть мы разобрали все случаи, как может расплагаться решение на этом луче, поняли, что для каждой из них мы правильным образом поменяем четность, ну, то есть поменяем или не поменяем, в зависимости от того, как нужно. Вот. И, значит, в конце четность КНТ – это просто то, что нужно. Правильный ответ. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому алгоритму? Почеркну тогда просто, что здесь самое сложное – это, наверное, просто перебрать все случаи руками. Да, алгоритм на самом деле очень простой. Значит, повторюсь. Для каждой стороны мы свопаем вершину, если нужно, так, чтобы b была выше. Потом скипаем на эту сторону, если она целиком выше или не строго ниже нашего луча. Целиком выше или не строго ниже нашего луча. А в остальном случае проверяем, есть ли пересечение и есть ли есть у меня МКНТ. То есть алгоритм там, не знаю, 15 строчек максимум. В плане реализации очень простой. Вот, хорошо. Значит, тогда мы… Недостатки. Недостатки или он… Ну, типа, я не вижу недостатков, ну, кроме… Не знаю, сложности понимания, возможно. Вот. Хорошо. Значит, тогда мы разобрались с принадлежностью с точки на гологольнику. Давайте перейдем к еще этому алгоритму – пересечению полуплоскостей. Полуплоскостей. Задача просто целиком следует из названия. Значит, у нас есть несколько полуплоскостей. Каждый полуплоскостей создается, соответственно, прямой. И я нарисую так вектором, да, какая часть, собственно, плоскости входит в нашу полуплоскость. То есть либо это нижняя вот эта половинка, либо верхняя. Ну, давайте такую стрелочку рисовать, если она указывает на, собственно, те точки, которые лежат в полуплоскости. То есть то, куда стрелка – это те точки, которые лежат в полуплоскости. Вот, соответственно, есть несколько полуплоскостей, вот таких вот каких-нибудь, и нам нужно найти их пересечение. То есть просто понять, как выглядит фигура, образованная их пересечением. Ну, в этом случае получается вот такой вот выпуклый четырехугольник. Задача, да, даны N полуплоскостей, нужно найти их пересечение. То есть найти фигуру, образованную, собственно, их пересечением. Пересечение. Найти, что лежит во всех этих полуплоскостях. Так, ну давайте подумаем вообще, как может выглядеть такая фигура. Обычно эта фигура является выпуклым многоугольником. То есть, ну, поскольку у меня N полуплоскостей, да, и если у меня эта фигура ограничена, то есть, ну, понятное дело, бывают, например, вот такие какие-нибудь случаи, если я просто пересекаю две вот такие полуплоскости, то их пересечение – это вот весь там такой квадрант, да, все вот это вот содержимое сверху справа от обеих полуплоскостей. Ну, соответственно, это пересечение может быть, в принципе, неограничено. Но в случае, если это ограниченная фигура, да, она лежит там в каком-то большом квадратике, ну, в смысле, просто ограничена, да, по определению ограниченности, тогда это обязательно выпуклым на гугл. Ну, выпуклость очевидна. Выпуклость следует из того, что мы просто пересекаем несколько выпуклых фигур, пересечение выпуклых фигур. Ну, и там очень простой факт, что если мы пересекаем несколько выпуклых фигур, то их пересечение обязательно выпукло. Там, кажется, просто по определению, да, что если у меня в результирующем множестве есть какие-то две точки, и я хочу проверить, что весь отрезок между ними тоже лежит в результирующем множестве. Но раз исходные две точки лежат в пересечении, значит, они лежали во всех исходных полуплоскостях. Но поскольку все исходные полуплоскости – это выпуклые фигуры, понятно, что полуплоскость – это выпуклая фигура, значит, этот отрезок между ними тоже лежит во всех полуплоскостях. Вот и доказали выпуклую. Почему это многоугольник? Понятно, если это ограниченная фигура, какая у нее может быть граница? Граница у нее только какие-то куски отрезков, какая-то ломана. собственно это более-менее есть определение многоугольника это что это какая-то ограниченная фигура с областью которая является ломаной там замкнутая ломаный без сам пересечения вот поэтому результат чаще всего да вот в таком невыраженном случае результат это обычно выпуклый многоугольник выпуклый многоугольник ну еще конечно бывают случаи когда пересечение пусто но такое то же бывает нужно значит правы good ways ничего не меняется до пустое но что-тооже выпукло вот но она наверное только не является многоугольником потому что нет границ нет Никита шин то есть у нас в части три возможных случая либо результаты выпуклый многоугольник либо это какая-то не ограниченная для какая фигура не гранич на выпуклой фигура либо пустое множество да вот что может выступать результатом такого пересечения n полуплоскостей. И наша задача по данным n полуплоскостям понять, какой тип у этой фигуры, и вывести границу. Например, в случае выпукла многогольника, просто вывести все вершины. В случае неограниченной выпуклой фигуры, вывести вот эту плоскость и вот эту плоскость как знак того, что фигура неограничена. Хорошо. Давайте поговорим про то, как мы храним полуплоскости. Как представлять полуплоскости. Но представляются они следующим образом. Мы с вами прямую храним всегда как ax плюс bg плюс c равно 0. Давайте тогда полуплоскость считать, что задается опять теми же тремя числами a, b, c, только теперь в качестве полуплоскости мы рассматриваем множество точек, которое удовлетворяет неравенству a, x плюс b, y плюс c больше равно 0. То есть вместо равенства теперь у нас будет неравенство, и это, собственно, и будет полуплоскость. Альтернативно можно сказать примерно следующее. Давайте мы нарисуем нормаль от нашей прямой, вектор ортогональный нашей прямой. Ну и мы знаем, например, что он может иметь координаты a, b. И вот давайте, если мы этот вектор a, b нарисуем, то, собственно, этот вектор и показывает в ту сторону, какую полуплоскость нужно взять. То есть какую часть плоскости из двух, то есть либо вот эту, либо вот эту, нужно взять, показывает нам в точности вектор нормальный. Ну и, соответственно, если бы мы там домножили вот эту уровень на минус единичку, то у меня осталась бы та же самая прямая, но a и b поменяли бы знак, и, соответственно, нормаль была бы в другую сторону. То есть чтобы поменять полуплоскость на противоположную, мне нужно просто умножить коэффициенты на минус 1. Но это действительно так, потому что, например, если здесь какая-то точка x0, y0 с условием, что a x0 плюс b y0 плюс c равно 0, дальше я к этой точке прикладываю вектор a, b, получается точка x0 плюс a и y0 плюс b. Тогда, если я подставлю вот эту вот точку в наше неравенство, я получу a на x0 плюс a плюс b на y0 плюс b плюс c, то есть 0 плюс a квадрат плюс b квадрат. Ну, это, понятное дело, больше на 0. То есть эти два способа задания эквивалентны. Ну, это просто как вам удобнее. Либо вы просто говорите, что полуплоскость задается вот таким неравенством, по координатам a, b, c у нас есть такое неравенство. Либо вы говорите, что у нас есть уравнение, задающее прямую, и полуплоскость определяется вектором нормали, который торчит из этой прямой. Причем вектор нормали мы определяем как a, b. Вот этот вектор как раз показывает, какую из двух полуплоскостей нужно взять. Вот, хорошо. Давайте мы здесь сразу скажем, что вектора нормали у нас будут нормированы. Вектора нормали нормированы. Ну, то есть a2 плюс b2 равно единичке. Если это не так, то мы можем их поделить на одно и то же число, равное, ну, то есть мы можем поделить все коэффициенты на число, равное корню из a2 плюс b2. Тогда как раз сумма квадратов коэффициентов при x и при y, сумма квадратов этих коэффициентов станет равна единице. То есть мы можем всегда так отнормировать нашу прямую, вот это вот исходное уравнение, чтобы вектор нормали всегда имел единичную длину. вот хорошо ну поскольку мы там все равно будем иметь дело с пересечениями прямых на нам же нужно искать на точки пересечения чтобы понимать вершину на гугольника поскольку у нас все равно будет пересечения то в общем-то можно можно сделать такую нормализацию нас все равно все будет заблок хорошо значит давайте тогда обсудим алгоритм за например м квадрат алгоритм за а вот он в квадрате алгоритм будет такой а нет извините давайте я еще сделаю одну техническую вставку значит считаем что в множестве полуплоскостей которые мы пересекаем есть следующая полуплоскости значит будет полуплоскость x меньше равно чем infinity x больше равно чем минус infinity y меньше равно чем infinity и y больше равно чем минус infinity ну где infinity такое большое число например там 10 9 вот это в частности да то есть эта штука называется bounding box такая ограничивающая коробочка внутри которой лежит лежат все наши полуплоскости почему мы это делаем значит ну вообще обычно там не знаю всякая всякая такая геометрия самое наверное популярное хайповое применение это во всяких играх там если вы пишете какую-то игру вам нужно писать где находятся всякие объектики вот ну и там причине полуплоскостей например нужно чтобы пересечь пересечь там какие-нибудь фигуры у вас есть несколько фигур вы все пересекаете вот вопрос какой будет результат ну сейчас понятно что у вас как бы мир конечный и можно считать что ваши фигурки они находятся ну там в какой-то на сетке до что сетка ограничен там 10 9 влево 10 9 вправо вверх вниз понятно что нам не имеет смысла считать бесконечно далекие точки у нас как бы не возникает фигур которая находится ну не точек который находится бесконечно далеко от там начала координат можно считать что весь мир находится в каком-то квадрате в комната кубике и соответственно это нам нашу игру не сломает вот ну и и и co6 с точки зрения практики это логичное предположение что все находится в углом то ограниченном мире вот ну а с точки зрения теории на если даже это неверно если мы действительно хотим понимать там правда ли что фигура не ограничена или Если дату выводить, как она выглядит, то если фигура была бы неограничена, скажем, как у нас было раньше, давайте я немножко перерисую. Если у меня будет какое-нибудь вот такое вот пересечение, неограниченное, то есть все, что находится выше над этим стаканчиком, все лежит в пересечении, то когда мы добавляем вот этот bounding box, все, что поменяется, это сверху над этим стаканчиком будет вот такая вот крышка. Крышка, с задающейся уравнением, x равно inf. x равно 10 в девятый. Sorry, y равно 10 в девятый. Ну и тогда, соответственно, если мы понимаем, что после пересечения у меня в результате, то есть у меня появляется такая полуплоскость, и если в пересечении в результате одна из сторон нашего многоугольника совпадает вот с одной из вот этих вот, то есть одной из существенных неравенств для того, чтобы пересечь по плоскости, является вот одной из этих, одной из таких бесконечно далеких. Но тогда это значит, что на самом деле просто вот эта вся область, она как бы находится не только ниже этой прямой, но и все, что выше, тоже нам подходит. Поэтому если у нас спрашивают, бесконечное пересечение или нет, то есть ограниченное пересечение или нет, тогда мы просто можем добавить bounding box, узнать пересечение, и если в нем содержится хотя бы одна из вот этих вот ограничивающих прямых, если в нем содержится хотя бы одна из ограничивающих прямых bounding box, тогда причине бесконечно ну потому что там она как-то как-то вот так выглядит бесконечно увеличивать вот тут надо быть конечно аккуратным в каком-нибудь вот таком случае когда у вас есть почти что параллельные прямые которые тем не менее вот так друг дружке наклонены да и возможно у них есть это причине но так 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 далеко сильно выше чем 10 9 что вы как бы сначала обрубите на игорь равно 10 9 а этим сам как бы посчитать что бесконечно на самом деле на конечном вот там они где-то пересекутся ну значит нужно подобрать такую бесконечность что любые две прямые исходного множества если пересекаются пересекаются в bounding box то есть если какие-то две прямые пересекаются они должны пересекаться внутри bounding box а не вне этого bounding box вот ну поэтому давайте просто считать что бесконечность у нас достаточно большая мы можем так делать вот в итоге мы теперь считаем итог да что есть bounding box bounding box и соответственно наше пресечение всегда конечно пересечения конечно но раз мы живем в каком-то ограниченном куске пространство ограничен куске плоскости то причине обязательно конечно это либо выпуклый многоугольник с конечным числом сторон сторон либо это пустое множество ну хорошо значит вот мы сузили наш мир до какой-то коробочки дальше дальше вот тот самый алгоритм за квадрат давайте сделаем следующее давайте мы изначально посмотрим на bounding box эту большую коробочку внутри которых все лежит а дальше пройдем по всем нашим полу плоскостям в произвольном порядке и будем от текущего вот как бы от текущей коробочки которая является текущим приближением на ответ будем отрезать ненужные куски да ну вот например было был у меня такой bounding box и мне пришла вот такая прямая точнее такая плоскость значит мне нужно отрезать этот треугольник и в качестве от нового выпуклого многоугольника который у меня будет как бы текущим ответом считать вот такую штучку и вот так считать вот такую штучку ну и дальше продолжать если приходит как новую полу плоскость скажем вот такая мне нужно отрезать треугольник если она там станет будет какая-то такая то мне нужно отрезать вот это вот все одно и соответственно и тогда решение будет такое мы как бы храним выпуклый многоугольник выпуклый многоугольник который является временным ответом время временным ответом ну а дальше просто по всем плоскостям проходимся и сужаем этот многоугольник на пересечении с полу плоскостью любого и пересекаем многоугольник с и ты полу плоскостью с этой полу плоскость вот такой алгоритм значит он работает за n квадрат потому что в худшем случае у нас многоугольник на каждом шаге может иметь н вершин да ну потому что если там не знаю я например если я сделал примерно н пополам операции каждый из них отрезал какой-то треугольничек да то соответственно количество вершин у меня вы увеличилась каждый раз на единицах соответственно количество вершин может расти с каждым ходом на единичку ну и там соответственно вот это вот пересечение до чтобы понимать как у меня очередная полу плоскость задевает наш многоугольник мне придется пересечь эту прямую со всеми сторонами а это получается линейное время на каждом шаг на каждом и у меня в многоугольнике многоугольники от и от н ну а ты но давайте вот и напишем от н вершин соответственно пересечении можно найти тоже заводы пересечения с полу плоскостью полу плоскостью тоже находится завода но и поскольку у меня n таких шагов твой к 8 . давайте немножко обсудим как можно судить наш мягcionих ролик на плоткость на пересечении по плоскости здесь посвете пересечь многоугольник и полу плоскость хорошо вот есть какой-то до calumne и есть новые полуплоскость давайте сделаем изначально две простые проверки если многоугольник целиком лежит внутри полу плоскости то ничего менять не нужно до а именно значит вот если эта полуплоскость AX плюс BY плюс C больше 0, если для любой вершины многоугольника выполняется это неравенство, то тогда, собственно, наш многоугольник целиком лежит в полуплоскости и ничего менять не нужно. Значит, давайте напишу так. Если для любой вершины V, если для любой вершины многоугольника A на VX плюс B на VY плюс C больше равна 0, то менять ничего не нужно. Аналогично, если у меня наоборот для любой вершины выполняется неравенство в обратную сторону, если для любой вершины A на VX плюс B на VY плюс C меньше 0, то ответ – это пустое множество. То есть мы пересекаем многоугольник с какой-то полуплоскостью, например, вот с такой. Вот с такой. Получаем пустое множество, понятное дело, потому что многоугольник целиком лежит по одну сторону от… ну, по неправильную сторону от этой полуплоскости. Значит, тогда пересечение очевидно пусто. Ну и, соответственно, если мы будем добавлять дальнейшие полуплоскости, то от этого ответ, очевидно, пустым не перестанет быть. Поэтому если мы видим, что на очередном шаге ответ пустой, то мы просто сразу говорим, что ответ – это пустое множество и сразу завершаемся, независимо от всех остальных полуплоскостей. Хорошо. Значит, это простые случаи, такие выраженные, когда нам ничего не нужно менять, или нужно сказать, что ага, все, мы поняли, сразу завершаемся. То есть интересный случай – это когда мы пересекаемся как-то частично. Значит, что-то вот такое происходит. Какие-то вершинки мне нужно отрезать, какие-то вершинки сохранить, ну и, соответственно, какие-то вершинки могут появиться на нашей границе. Ну, давайте построим алгоритм, который это делает. Алгоритм будет такой. Вот есть наш многоугольник, есть наша полуплоскость. Давайте сделаем следующее. Давайте мы пронумеруем все наши вершинки V1, V2, V3, ну и так далее. Там V, ну, Vn я напишу, в худшем случае там будет n вершин. Тогда давайте сделаем следующее. Давайте мы для каждого i рассмотрим сторону Vi, Vi плюс 1 и посмотрим, как эта сторона может располагаться относительно нашей полуплоскости. Как она может располагаться относительно нашей полуплоскости. Ну, есть всего четыре варианта. Значит, первый вариант, когда обе вершинки лежат по неправильную сторону от полуплоскости. Тогда в этом случае мы ничего не делаем. То есть давайте считать следующее. Давайте считать, что мы проходимся по сторонам нашего многоугольника, ну, а в результате мне нужно, конечно, выдать список вот этих вершин. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту и вот эту. И сейчас я расскажу, как построить этот список вершин. Значит, а именно, я для каждой стороны Vi, Vi плюс 1 делаю следующее. Если сторона лежит целиком по неправильную сторону, то я ничего не добавляю в список. Значит, это первый случай. Второй случай. Если сторона целиком лежит в правильной полуплоскости, тогда в наш список я добавляю Vi плюс 1. Третий случай. Когда мы раньше не лежали, а теперь начали лежать в полуплоскости, мы добавим, ну, то есть, во-первых, мы посчитаем точки пересечения, и тогда добавим в наш список две точки из, так, и это плохо, ее у меня уже занято, давайте я ее назову Q. Тогда мы добавим в наш список точки Q и Vi плюс 1. И, наконец, четвертый случай, когда мы, наоборот, раньше не лежали, а теперь начинаем лежать, фу, чего, наоборот, извините. Нет, это был третий случай, четвертый случай, когда мы раньше лежали в полуплоскости, а теперь начинаем не лежать. Тогда в этом случае мне нужно, опять-таки, посчитать точки пересечения Q и в список добавить только Q. Вот, в итоге, значит, алгритм такой. Мы как бы в цикле по i, да, по всем i от 1 до n, вот как бы в каком-то обходе нашего многоугольника, смотрим на сторону. То есть мы, на самом деле, просто просматриваем все стороны. Дальше, если сторона целиком по неправильной, то мы ничего не добавляем в список. Если целиком по правильной, то мы добавляем только новую вершинку, следующую, да, Vi плюс 1, ну, вторую вершину нашей стороны. Дальше, если она, если сторона изначально не лежала, а теперь начинает лежать, то мы добавляем две точки, точку пересечения и новую Vi плюс 1. В последнем случае, если мы изначально лежали, а теперь начинаем не лежать, то мы добавляем только точку включения Q. И смысл такой, что как бы в ИТ, к моменту, когда мы рассматриваем сторону ВИ, ВИ плюс 1, мы ВИТ, если надо, уже добавим. То есть, например, вот здесь, когда мы находимся во втором случае, у меня ВИТ и ВИ плюс 1 лежат по правильной стороне. Но тогда на предыдущем шаге, когда я рассматриваю ВИ минус 1, я обязательно вот эту точку ВИ уже добавил. Поэтому нет смысла вот здесь, в наш список, добавлять ВИТ. Поэтому мы его и не добавляем. Мы ее и не добавляем. Она уже была учтена на предыдущем шаге. Ну и то же самое во всех остальных случаях. Соответственно, мы не добавляем те точки, которые уже были учтены. В итоге, путем прохода по всем сторонам и разбора одного из четырех случаев, мы как бы, ну, там, пушбекаем просто в вектор нужные точки. Они будут без повторений, поскольку мы вот так по-хитрому все сделали, все случаи разобрали. И в итоге у меня как раз вот эти красные точки будут сохранены в один сплошной вектор. Они будут лежать в одном векторе. Вот. И, соответственно, эти точки и будут образовывать наш выпуклый многоугольник, получающийся после пересечения с данной полуклоскостью. Вот. Значит, это работает, конечно, за линейное время, потому что я просто прохожусь по всем сторонам, да, и, ну, пересекая каждую сторону с полуклоскостью. Вот. Ну и, соответственно, на каждом шаге линейное время всего N шагов, значит, суммарно это в лучшем случае N квадрат. Да, вот N квадрат. Вот. Ну, хорошо. Так вот, гритм за квадрат. Так, есть вопросы сейчас. Хорошо. Тогда давайте ехать дальше, и давайте попробуем сделать алгоритм за Олотенлоган. Алгоритм за Олотенлоган. Значит, здесь идея будет следующая. Во-первых, давайте мы для каждой полуклоскости определим… Ну, хорошо. Не так. Давайте мы все полуклоскости разобьем на два класса. Разобьем полуклоскости на два класса. Значит, первый класс – это те, у которых нормали вот такие. Значит, либо нормаль строго вправо, либо нормаль какая-то такая, либо такая, либо такая, либо такая. В общем, все верхние полуклоскости, исключая нормаль влево. То есть, вот это вот будет первый класс. Все, начиная от нулевого угла. То есть, если мы будем мерить угол между вектором нормали и направлением ОХ, то это получается интервал углов от нуля до Пи невключительный. То есть, нулевой вектор у нас в первом классе. Вот это вот все. В первом, в первом, в первом. А вектор с углом Пи, то есть вот этот угол Пи, он будет у нас не в первом классе, будет во втором. Соответственно, второй класс – это все, начиная с этого вектора влево, все вектора вниз. И, соответственно, все, кроме вот этого, то есть заканчивается все на горизонтальном векторе вправо. Это будет второй класс. Соответственно, он соответствует набору углов от π до 2π не включительно. Разберли все полуплоскости на два класса по вектору нормальному. Куда смотрит вектор нормальному? Эта проверка очень простая. Давайте поймем, какое здесь условие. Если у меня ab – это вектор нормальный, то какое условие на то, что наша полуплоскость лежит в первом классе? Первый класс, вторая четверть. Сейчас соображу. Либо у меня b больше нуля, либо b равно нулю и а больше нуля. b равно нулю и а больше нуля. Это в точности условие на то, что полуплоскость, точнее ее нормальный вектор, лежит в первом классе, а значит и сама полуплоскость, мы тоже ее относим к первому классу. Вот такое простое условие. Мы их вот так разбили. На две такие части. Хорошо. Тогда давайте рассмотрим отдельно, скажем, первый класс. Как выглядит полуплоскость из этого первого класса? У них нормальный вектор смотрит либо так вот направо, либо куда-то вверх. Тогда все они, давайте я нарисую, как они могут быть устроены, это полуплоскость вот такого типа. То есть вот такая полуплоскость, вот такая полуплоскость, вот такая, вот такая, вот такая, ну и там вплоть до какого-нибудь вот такой. Это вот возможный спектр наших полуплоскостей. Тогда, если мы как бы их все пересечем, если их все пересечь, то вот что будет будет в каком-то смысле нижняя огибающего нашего ответа то есть у нас будет какая-то левая граница да потом будет какая-то пол плоскость вот такая следующая потом будет такая такая но и там все закончится вот на каком-нибудь таком вектор такой пол плоскости соответственно их пересечения это вот такая вот чашечка как бы снизу для нашего ответа ну собственно понятно что у всех этих полу плоскостей скажем есть . бесконечно высокая . с у равно бесконечности у них во всех во всех этих прямых есть . с какими-нибудь x ну так короче все эти полу плоскости они как бы граничит нашу фигуру снизу да но делать ли не ограничено сверху поэтому это пересечения она тоже будет иметь там сверху какое-то произвольное бесконечные ну или бесконечные точки поэтому это будет обязательно такая фигурка как бы снизу на раз выпуклая фигура обязательно то это именно что какой-то вот такой вот снизу под порта которая по сути является выпуклый многоугольником то есть Suddenly считать что вот эти вот если игнорировать то что эти полу плоскости бесконечны до что эти прямые бесконечные то по сути получается просто какое делот нижневая Preisbe оболочка к это то что нам дает первый класс со вторым классом все аналогично там все прямые они начнут Начиная с такой вот левой, которая смотрит влево, и там все полуплоскости, которые смотрят куда-то вниз. Соответственно, если их пересечь, то будет какая-то, наоборот, верхняя крышка для нашего многоугольника. Будет что-нибудь для нашего ответа, будет что-нибудь вот такое. Сейчас, наоборот, извините, виноват. Может быть, вот такая вертикальная сторона, а здесь вертикальная не будет. Так, так, ну, что-нибудь вот в таком стиле может быть верхней облочкой, верхняя. Выбукла оболочка. Ну, тогда идея следующая. Во-первых, понятно, что нам хочется внутри каждого класса посортировать все полуплоскости так, чтобы они шли в таком порядке. То есть, по сути, мы их просто посортируем в порядке по углу. Потому что, смотрите, вот этот вот вектор, получается, вектор направо. Дальше, если я на точке их все отложу, вот это вектор А, дальше вектор В будет какой-то вот такой, вектор В будет вот такой, дальше вектор Г будет вот такой, и вектор Д будет вот такой. То есть, как раз они все просто, ну, вот эта вот нижняя оболочка, они как раз упорядочены по углу, в порядке возрастания угла от положительного направления оси ОХ. Поэтому первое, что мы сделаем, это мы внутри каждого класса посортим эти полуплоскости, да, то есть эти как бы нормальные векторы, полуплоскость, нормальные векторы, они взаимно соответствуют друг другу. Значит, мы посортим все полуплоскости по возрастанию угла с положительным направлением оси ОХ. То есть, по сути, мы просто, да, чтобы понять, какие два вектора, как они расположены, если мы фиксируем какие-то два вектора, там, Х и У, как понять, какой из них раньше. Ну, просто считаем векторное произведение. Если векторное произведение от У к Х положительно, тогда У должен быть раньше. То есть, вместо того, чтобы считать угол, как там, АТОН-2, ну, короче, вместо использования тригонометрии для посчета угла, ну, просто так же, как в выпуклой оболочке, напишем предикат того, что один вектор должен лежать раньше второго, просто через векторное произведение. Вот, и тем самым мы посортим все полуплоскости внутри каждого класса. Так, давайте это напишем. Внутри каждого класса. Внутри каждого класса. Отсортируем все полуплоскости по углу нормальному. По углу нормальному. Используя векторное произведение. Используя векторное произведение. Вот. Это то, что мы сделаем в самом начале. Ну, потому что мы понимаем, что как бы у нас как раз в результате, да, в ответе, у меня если получился выпуклый надугольник, то при обходе его против часовой стрелки у меня как раз идут там какая-то нижняя сначала выпуклая оболочка с такими вот, ну, короче, какие-то полуплоскости первого класса в порядке возрастания угла, потом полуплоскости второго класса в порядке тоже возрастания угла. Вот. Поэтому если мы их так насортируем, то нам будет удобно. И, собственно, это и будет наша часть, которая, на самом деле, единственная выдает нам n log n. То есть n log n на сортировку, а дальше мы за линейное время сейчас с вами построим пересечение полуплоскостей. То есть самая сложная часть – это сортировка. Ну, в общем-то, также у нас было, скажем, построение выпуклой оболочки. Мы, если как-то у нас все посортировано так, как нам нужно, то дальше все остальное – это просто всякие попбеки, вычисления векторных произведений. Вот. И все это делается за линейное время. То есть самое сложное, с асимметатической точки зрения, конечно, – это сортировка. Что происходит дальше? Дальше мы давайте обратно объединим наши два класса, объединим отсортированные списки полуплоскостей в один. То есть, смотрите, я их сначала как бы разбил по двум классам, внутри каждого класса отсортировал, а теперь давайте я расположу сначала первый класс, потом второй. То есть сначала отсортированный список полуплоскостей из первого класса, потом отсортированный список полуплоскостей из второго класса. И все, теперь я забуду про классы, я буду считать, что они просто у меня в одном списке как бы отсортированы. Вот. На самом деле здесь вот это разберение на класс, оно не то, что очень обязательно. Можно было бы просто считать… То есть, по сути, мы просто сейчас посортировали все полуплоскости по углу нормальным. То есть, сначала будет вот этот нулевой угол, потом там будет π пополам, потом будет π, 3 пополам и так далее. То есть, они как бы посорочнее будут в таком порядке. Но, к сожалению, если их не разбивать на классы, то с помощью векторного произведения ничего не получится. Потому что, например, мы понимаем, что вот этот вектор, вектор вверх, он должен идти раньше, чем вот этот вектор, вектор вправо-вниз. Потому что это просто из первого класса, это из второго. И он как бы получается при… То есть, при движении слева направо должен сначала верхний вектор, потом нижний. Но если посчитать векторное произведение, то, к сожалению, как будто бы получается, что вот этот нижний правый вектор должен идти раньше верхнего. Потому что здесь поворот получается против чего стрелки, кросс-положительный, и, соответственно, как будто бы нижний должен идти раньше, чем верхний. Ну и, собственно, здесь плохо, потому что полуплоскости заметают… Точнее, эти векторы заметают вообще всю окружность, всю единичную окружность. Их углы могут быть любыми. Поэтому кросс не работал бы, если бы мы сразу пытались сортировать все полуплоскости вместе. То есть, если сортировать исходный список, то есть без разбиения по классам, то так бы не получилось, то предикат с кросс не работал бы. Не работал бы. Ну и, соответственно, лучшее, что мы могли бы сделать, это только считать явным образом угол от OX до нашего вектора, то есть переходить к тригонометрии и потом сравнивать эти углы. Да, так, в принципе, можно, но лучше разбить их сначала на два класса, посортить внутри каждого класса отдельно, а потом склеить первый, второй отсортированный класс. Вот, хорошо. Значит, чего? Теперь у меня есть следующее. У меня есть просто отсортированный список полуплоскостей. Отсортированный список полуплоскостей. Что мы будем с ним делать? Значит, мы будем поддерживать DEC, список, у которого мы можем менять элементы сначала и можем менять элементы с конца. Double-ended queue. DEC, double... А, но вы, кстати, его писали на плюсах, так что должны знать, что это такое. Double-ended queue. Вот. Что это будет значить? Это как раз будет значить, давайте мы посмотрим на первые несколько полуплоскостей из нашего списка. Не знаю, там, ну, вот первые несколько. Так? Вот эти вот, и потом будет какая-нибудь вот такая. И как раз вот эти полуплоскости, которые в данный момент образуют содержательные части, содержательные неравенства, которые накладываются на нашу область, будут лежать в DEC. Соответственно, это будет там D0, это D1, это D2, это D3. И дальше что происходит, когда я добавляю какую-то новую полуплоскость? Соответственно, она получается еще большим вращением вот этой последней против всего стрелки. То есть это какая-то вот такая штука. И теперь вопрос, что может поменяться в нашем DEC, когда приходит новая полуплоскость? Ну, смотрите, самый экстремальный случай, я его вот здесь нарисую, это когда у меня удаляется несколько полуплоскостей из начала DEC. То есть как в этом случае. Смотрите, если я рисую вот такую полуплоскость, соответственно, мой результат – это вот такой треугольник. Соответственно, мне нужно удалить из пересечения D0 и D3. Мне нужно удалить первый и последний элемент DEC, потому что они уже задают нам несущественное неравенство. Потому что все равно, если я добавляю новую полуплоскость H, half plane H, тогда все равно пересечение вот этого, и мне на D0 и D3 фиолетово, они как бы не накладывают существенных значений, они не будут сторонами исходного, результивающего на угольник. Поэтому мне нужно как бы пока первые несколько полуплоскостей несущественные, их удалить, сделать поп-франт из DEC. И то же самое с конца. Пока несколько последних полуплоскостей несущественные, нужно сделать поп-бэк из DEC. Ну и поскольку у меня как раз есть такой порядок полуплоскостей, в котором я их протажу, у меня всегда вот это вот отрезание нескольких полуплоскостей, это всегда будет отрезание нескольких первых и нескольких последних. Ну потому что они как бы вот в таком порядке идут, как бы вот так заворачиваются, постепенно заворачиваются, заворачиваются. Но когда приходит новая, она как раз может выкинуть только несколько последних и несколько первых. То есть понятно, что она все равно выкидывает какой-то непрерывный отрезок наших полуплоскостей, но за счет того, что они так вот посортированы против всего стрелки, то как бы следующая полуплоскость может как раз только отрезать несколько последних и несколько первых. вот поэтому мы собственно сделаем следующее так мы сделаем следующее мы проходимся просто по всем нашим полуплоскостям да там и от нуля до числа полуплоскостей пока мы напишем следующее пока давайте словами в деке хотя бы две полуплоскости и точки пересечения двух последних не лежит в h и мы делаем дек.пупбек дек.пупбек это как раз условия того что последняя полуплоскость накладывать несущественные ограничения это можно пересформулировать вот в виде того что я написал что точка пересечения последних двух полуплоскостей не лежит в нашей новой полуплоскости h и d давайте подчетче нарисуем что это h и d давайте картинка будет чуть позже пока что я допишу то же самое с пока в деке хотя бы две полуплоскости полуплоскости и точка пересечения первых двух двух первых не лежит в ашки мы делаем дек.пуп франт дек.пуп франт вот ну и в конце поскольку у меня они все идут в порядке заворачивания и как бы последнюю полуплоскость она нам интересна в конце делаем дек.пушбек h и d мы обработали новую полуплоскость и и добавлять добавляем в конец нашего дека вот это будет первая часть нашего нашего алгоритма давайте порисуем какие-нибудь картинки небольшие вот что 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 такое наш первый первый случай первый случай такой первый вал это когда вот есть какие-то две последние полуплоскости нужно картинка значит что-нибудь вот такой я нарисую да начну вот это наш наша текущая версия дека соответственно это там d0 это будет d last пришла новую полуплоскость она соответственно еще более закручена в ту сторону соответственно вот она может быть там либо хоть такой либо какой-то вот такой давайте синие синие нарисую вот у что вот такая новая полуплоскость вот такая тогда вопрос что значит что последние вот это вот d last бесполезно последние полуплоскость без то есть бесполезно но это как раз означает что точкой причине и 2 предпоследней не лежит в наши новой полуплоскости не лежит в новой синей полуплоскости. Ну да, как раз ровно это и мы проверяем. Ну а если бы было наоборот, если бы наша новая полуплоскость была бы вот такая, соответственно, точка впечатления бы там лежала, то это значит, что D-last, она какое-то содержательное ограждение вносит. Вот такой отрезочек будет от нее, ну, соответственно, нам это нужно. В противном случае нам эта полуплоскость не нужна, она ее по B. Значит, то же самое со вторым вайлом. Я вот так же нарисую как-нибудь D0, D-last. Опять-таки, приходит какая-то новая полуплоскость. Давайте я ее еще более экстремально нарисую. Вот такая будет, соответственно, результат, вот этот треугольник. Ну, окей. Значит, когда мы можем, когда мы должны отбросить первые несколько полуплоскостей? Когда пересечение первой, ну, нулевой и первой, не лежит в синей полуплоскости, нужно удалить первую, нулевую точнее. Дальше мы пересекаем очередную стартовую и вторую. Ну, в смысле, короче, первые две берем, пересекаем, видим, что точка не лежит в полуплоскости, значит, нужно эту полуплоскость тоже удалить. Вот, ну, а когда мы доходим до момента, когда пересечение двух очередных полуплоскостей, да, вот этой вот и вот этой вот, лежит в полуплоскости, тогда, соответственно, уже ничего удалять не нужно. Хорошо, вот такие два вайла, которые нам, конечно же, выкидывают какие-то ненужные полуплоскости. Выкидывают ненужные полуплоскости, и в конце нашу новую добавляют в Dek. Вот, а в конце последнее, что нужно сделать, значит, после фора сделаем еще два двунитых вайла, сделаем еще два цикла вайла. Вот какие. Значит, во-первых, мы давайте, ну, короче, нам нужно просто повторить, вот эти штуки нужно будет. Значит, пока в Dek хотя бы три полуплоскости, здесь уже три, а не две полуплоскости, и, так, я там ставил запятую, кажется, нет, здесь не нужна запятая, потому что сложное предложение. Значит, и, сейчас, точка пересечения. Последних двух не лежит в первой, тогда мы делаем Dek.popback. То же самое сначала. пока в Dek хотя бы три полуплоскости, полуплоскости, и точка пересечения первых двух не лежит в последней, мы сделаем Dek.popback. Dek.popback. Вот. И в конце, если в Dek у нас есть три полуплоскости или больше, тогда это корректное пересечение, это будет правильный выпуклый многогольник. Если там две полуплоскости или меньше, тогда пересечения пусто. Значит, если в Dek меньше или равно, чем две полуплоскости, то ответ – это пустое множество. Иначе мы знаем набор полуплоскостей, набор прямых, которые задают стороны искомого выпуклого многоугольника. Иначе в Dek лежат стороны искомого многоугольника. Искомого многоугольника. Вот. Мы, наверное, не будем строго доказывать, почему это все нужно сделать, и почему все будет корректно, если мы это сделаем, почему не нужно будет ничего другого. Давайте я просто немножко нарисую. А можно просто там? Там точно везде два попбэка? Можно где-то попфронт? Ой, извините, это кэшописка. Спасибо, это важно. Значит, попфронт там, где… Да, если причинение первых двух плохое, то нужно попфронт сделать. Да, извините, это я. Потропился, конечно. Попфронт. Давайте проверим, что у меня на прошлом слайде. Все верно? Да, тут все верно. Хорошо. Значит, почему вообще так нужно сделать? Ну, например, смотрите, вот давайте мы посмотрим на вот такой какой-нибудь тест. Вот есть у меня вот такие полуклоскости. Как-нибудь вот так, вот так и вот так. Значит, если я немножко по-другому нарисую, у меня вот что будет. У меня есть вот это вот первое, такая бесконечная. Дальше есть какие-то такие кусочки. Сейчас, секунду. И последний у меня полуклоскость будет какая-то вот такая. То есть, смотрите, на самом деле, в результате моего алгоритма я могу немножечко… Ну, в смысле, вот после этих форов я могу… Я же, смотрите, я там всегда делаю dec.pushback.hit. То есть, независимо ни от чего, я добавляю нашу новую очередь… Извините, нашу новую полуклоскость h.it в dec. Вот. Ну, может быть такое, что она, на самом деле, сама по себе бесполезна. И это может быть вот как раз в случае, если она… Ну, скажем, если там первая полуклоскость, и если первая и последняя таковы, что… Точнее, первая и последняя в тот момент в деке, они, короче, точка их причиня лежит в полуклоскости вот этой новой h.it. Тогда мне ее как бы можно было бы не добавлять, да, но, в общем, такие случаи у меня могут быть после for, да, то есть после for, после выполнения цикла for, может быть такое. Может быть такое. Соответственно, чтобы от этого избавиться, мне нужно, скажем, пройтись с конца… Ну, и там, да, соответственно, эта штука может там еще какая-то продолжалась. Здесь может быть много полуклоскостей. Но они все обязательно не будут задевать вот этот многоугольник, потому что они все как бы идут влево-вниз. Они не смотрят вот сюда, потому что они иначе шли бы раньше в сортировке. Ну, так вот. Значит, чтобы от них от всех избавиться, от вот этих вот эффективных полуклоскостей, мне нужно просто сделать, что пока пересечение последних двух полуклоскостей не лежит в первой, нужно делать pop-back, как вот здесь у меня. Значит, я пересекаю там вот эти вот две. Их точка пересечения лежит… Сейчас, чего? Да, не лежит в первой полуклоскости, ну, в нулевой полуклоскости, которая самая первая в деке. Тогда я последнюю удаляю. Дальше опять пересекаю вот эти вот две. Смотрю, что их точка пересечения не лежит внутри первой, значит, я это удаляю. Значит, эти две опять смотрю, пересекаю, получается, вот это удаляю. Ну, и остается там последние две будет вот это и вот это. Здесь уже все с точкой пересечения хорошо, поэтому я ее оставляю. Вот. То есть эти два фора, эти два вайла после нашего фора, они позволили как раз ибавить от вот этого хвоста, вот такого хвоста кометы, который у меня там торчит куда-то, непонятно куда. От него можно отрезаться. Вот. Хорошо. Значит, тогда последние ремарки, что, во-первых, если в результате у нас получилось, что в деке меньше на равновесие две полуклоскости, то, значит, явное пересечение пусто. Значит, если в конце в деке меньше на равновесие две полуклоскости, то пересечение пусто. Ну, это очевидно, потому что, если у вас есть, как бы, какое минимальное количество полуклоскостей можно взять, так, чтобы их пересечение было выпуквано многоугольником. Ну, понятно, хотя бы три, потому что, ну, там, и даже отрезок вы не можете получить, используя две полуклоскости. Вам нужны тут, на самом деле, четыре, как я понимаю. Нужна вот такая полуклоскость, смотрящая вниз, вот такая смотрящая вверх, ну, и там какие-нибудь две вот такие, чтобы ограничить ваш отрезок. Вот. Поэтому двумя полуклоскостями никак невозможно ограничить бесконечный, ну, точнее, конечный на голубой. Это обязательно какой-то бред. То есть на одном из предыдущих шагов мы, получается, так на удалялись, что, ну, грубо говоря, там, не знаю, было что-нибудь вот такое у нас, а пришла новая полуклоскость, которая вообще ничего предыдущего не содержала. Тогда я что-нибудь там поудаляю, у меня останется нулевая, и вот эта новая. Да, ну, и они как бы, их останется две, и, собственно, это означает, что переченье пусто. Осталось две, значит, переченье пусто. Вот. Еще одно замечание, что нужно еще немножко поаккуратнее разобраться с прямыми, у которых нормали сонаправлены. Что делать с прямыми, у которых, ну, я так скажу, нормали параллельны. Нормали параллельны. Значит, ну, во-первых, как их нужно сортировать? Ну, смотрите, понятно, что если у них нормали параллельны, то, соответственно, нужно просто взять ту из них, у которой С вот какое, минимальное или максимальное. Значит, у меня есть вот такие вот неравенства. какое из них самое строгое, какое из них накладывает больше всего условий при фиксированных А и Б. Ну, видимо, то из них, при котором С минимально. Да, потому что чем меньше С, это значит, что нам нужно прибавить минимальное возможное число, так, чтобы было больше нуля. Соответственно, чем больше С, тем более слабо это неравенство. Значит, можно просто сказать следующее. Если у меня во входе есть несколько полуплоскостей с одинаковыми А, Б, то есть с одинаковым вектором нормали, тогда нужно оставить среди них только такую, которая С минимальна. А, то есть среди полуплоскостей с одним и тем же вектором нормали, с одним и тем же вектором нормали, оставляем только полуплоскостей, только полуплоскостей с минимальным С. Соответственно, все остальные мы просто скипаем. Вот. Значит, это первое замечание. Второе замечание, что не попросят ли меня когда-нибудь пересекать две параллельные полуплоскости? Ну, две параллельные прямые. Не попросят ли меня когда-нибудь пересекать две параллельные прямые? Ну, на самом деле, если попросят, то можно сразу сказать, что присещение пусто. Значит, вот почему. Прямые и параллельные это значит, что они разнонаправлены, Потому что если они все сонаправлены, то есть у них одинаковая вектор нормали смотрит в одну и ту же сторону. Тогда мы из них оставили только одну. Соответственно, пересечь меня могут попросить только две полуплоскости, которые смотрят друг на друга. То есть либо картинка вот такая будет, и, соответственно, пересечение – это вот такая полоса между ними. Либо картинка вот такая, тогда пересечение вообще пусто. Но смотрите, что значит, что я в какой-то момент пытаюсь пересечь две полуплоскости? Это значит, что они в деке соседние, а значит, как бы все полуплоскости, которые были между ними по углам, то есть между ними же была куча полуплоскостей по углам, все их я как бы поп-бэкнул. То есть ни одна из них не лежит в ответе. Но, извините, если это так, то в частности здесь же есть какой-то, раз мы смотрим два противонаправленных вектора, то в частности между ними обязательно есть одна из полуплоскостей bounding box. То есть либо такая, либо такая, либо такая. И если я даже ее удалил, и как бы все между ними, то есть я удалил все вот эти, тогда, конечно, пересечение пусто. То есть если меня просят пересечь две параллельные полуплоскости, две параллельные прямые, то это значит, что я удалил все полуплоскости между ними, в том числе обязательно хоть bounding box. Баунин box между ними точно есть, я удалил. Ну, значит, ответ, да, то есть как бы в ответе, если ответ и не пустой, то тогда ответ, он, значит, бесконечен выше вот этих вот двух полуплоскостей. Но это не бывает такого, потому что мы добавили bounding box. И именно за счет bounding box нам вот так удобно работать, что нам как бы, если и требовать пересечь параллельные полуплоскости, то мы это проверяем и говорим, что все, чувак, остановись, если уже делать какую-то дичь, пожалуйста, скажи, что пересечение пусто, потому что иначе вот как раз это значит, что я как бы скипнул, ну, что я удалил много-много полуплоскостей, которые я не мог бы удалить, если бы пересечение было не пусто. Вот, и последнее замечание про этот алгоритм, оно такое, что в результате мы можем найти что-нибудь, например, вот такое. Так, сейчас я нарисую. Значит, ну, если пересечение будет и не пусто, то может быть такая, ну, немножко неприятная ситуация, что в качестве полуплоскостей, да, мы, конечно, вернем все стороны этого многоугольника. Ой, плохо рисуются у меня. Вот, ну, соответственно, все вот это будет сторонами, но еще, возможно, будут полуплоскости, проходящие через вершины. Что-нибудь вот такое тоже может быть. Потому что у меня там все неравенства как бы нестрогие, да, и мы удаляем полуплоскость, только если точка пересечения строго вне полуплоскости. Соответственно, если она внутри, даже, возможно, на границе, то мы ее оставляем. Поэтому последнее, что нужно сделать, это, если вы хотите получить прям обычный многоугольник, да, без повторяющихся вершинок, то мы можем просто, значит, ну, там, вот мы, давайте, напишу, что это первая, это вторая, это третья. Когда мы пересекаем первую, вторую, у нас получается вот эта точка. Когда получаем вторую, третью, получается опять эта точка. Давайте тогда просто дубликаты мы будем игнорировать. Да, если мы хотим получить многоугольник без повторяющихся вершинок, то нам нужно будет просто, ну, вскипать, если мы получаем вершинку равную предыдущей. В общем, аккуратно нужно быть с повторяющимися вершинами. Аккуратно с повторяющимися вершинами. Вот, ну, тогда на этом все. Мы заиноград пересекли полуплоскости. Все, всем спасибо за внимание и до следующего раза. Если есть вопросы, то задавайте. А вот вопрос, зачем мы нормировали нормальный вектор? Зачем нормировали? Сейчас подумаю. Ну, например, чтобы было проще разбираться с параллельными полуплоскостями. То есть, например, у меня есть там куча полуплоскостей вот таких параллельных, у которых вектор нормальный смотрит в одну и ту же сторону. Да, но тогда мне нужно, вот мы сказали, что мне нужно среди них оставить вот это вот. Да, а все остальные отбросить. Но тогда проще всего будет просто сказать, что у них у всех вектор нормальный одинаковый. Ну, то есть, как бы мы понимаем, что он смотрит в одну и ту же сторону, но, возможно, они там друг другу кратные. Да, если там в константу раз отличаются. Давай тогда их сначала просто все пронормируем, чтобы они были одинаковые. Потом оставим вектор с минимальным С. Ну, то есть, иначе нам пришлось бы как-то склеивать одинаковые полуплоскости, что он чуть более громоздко, чем изначально нормировалось. Спасибо. Так, ну все, тогда всем пока и до следующего раза. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok